Параллельно с этим продолжается кормозаготовка и уборка соломы. Бобруйска-Громаш работает над созданием новых видов техники. Предприятие также наращивает экспортные поставки. Особый акцент на автоматизации производства и обучении персонала. Более серьезное внимание стало уделяться импортозамещению, локализации производства. Свыше половины продукции завод отправляет за рубеж. Причем доля российского рынка в экспортных поставках около 82%. С 1 августа в Бобруйске начнут работу школьные базары. Магазины, универмаги и торговые центры активно готовятся к новому учебному году. В продаже будет представлен широкий ассортимент товаров для учащихся. Одежда, обувь, канцелярские принадлежности, товары отечественных производителей. Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, действует ежедневная скидка 15%. На весь детский ассортимент при предъявлении соответствующих документов. Бобруйский завод растительных масел стал дипломантом конкурса «Лучший экспортер в Беларуси» 2023 года. Награду вручил заместитель председателя концерна «Белгоспищепром». К слову, несмотря на напряженные санкционные условия, экспорт товаров и услуг в республике за прошлый год превысил 45 миллиардов долларов. В Комитете госконтроля Могилёвской области 23 и 24 июля проводится горячая линия. С 9 до 6 по короткому номеру 191 граждане могут высказать мнение о качестве, проводимой в поликлиниках диспансеризации, наличии сложностей при предоставлении нанимателям дней для её прохождения. Ведомство также интересует взгляд самих медработников о наличии проблем в указанной сфере и путях их решения.